Добрый день, дорогие друзья! С вами Лидия Жарикова. Рада видеть вас. Давайте проверим связь. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как хорошо меня слышно. Хорошо, 10 и по убывающей, если плохо. Спасибо. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами вебинар на тему создания открыток в программе TESAP. Это второй вебинар. Итак, кому-то плохо слышно, да, Виктория? Насколько хорошо меня слышно? Еще раз, поставьте, вы поставили единичку, меня не слышно? Хорошо. Итак, это второй вебинар на тему создания открыток в программе TESAP. Я сегодня хочу еще познакомить вас с некоторыми возможностями этой программы. Вполне возможно, что вы уже вошли в эту программу, нашли ее в интернете и что-то попробовали делать. Но мои подсказки сегодняшние вам только помогут совершенствовать ваше умение. Я уже сказала, что Лидия Жарикова проводит вебинар, но вполне возможно, что многие обо мне фактически ничего не знают. Поэтому коротко немножко скажу о себе. По жизни я учитель, учитель математики. И есть такое еще и звание учитель методиста, который раскладывает все по полочкам. Вот это я, которая все обычно раскладывает по полочкам. Что делаю в интернете? В интернете увлеклась созданием роликов и созданием анимаций. Вот это сейчас мне как-то наиболее интересно и я этим занимаюсь. Кроме того, мне интересно помогать людям осваивать премудрости проведения вебинаров, создавать свои курсы. Если кто-то из вас желает освоить умение проведения вебинаров, вы можете обращаться ко мне. Если вам нужно по помощи в создании своего индивидуально обучающего курса, тоже приглашаю. С удовольствием вам помогу. Вполне возможно, что вы обучаетесь у людей, которым я помогала создавать их обучающие курсы. Ну вот, похвасталась. А теперь переходим к нашему вебинару. План нашего вебинара. Выбор фона открытки. Выбор темы открытки. Составление композиции этих отдельных элементов в слои. Работа со слоями. Сохранение открытки на компьютер. Если вы согласны с этим планом, пожалуйста, поставьте мне единичку. А если не согласны, все равно работаем дальше. Итак, напоминаю. Как открыть программу? Вы нашли программу PizApp. Как ее открыть? Нажимаем на Edit. Оранжевый прямоугольник. Далее. После этого следующая панель уже зеленая, на которой опять ищем слово Edit. Нажимаем на этот прямоугольник. Открывается третья панель. И вот здесь у нас есть выбор, что мы будем делать. Мы опять будем брать некоторые материалы с компьютера. Поэтому мы нажимаем на рисунок компьютера. Для того, чтобы с компьютера мы могли взять фоны. Нас прибрасывает наш компьютер. Мы должны открыть папку, в которой предварительно сохранили какие-то фоны. И нажать на слово Открыть. После этого картинка, которую вы выбрали, устанавливается в программу. Вот я выбрала такой фон. Для того, чтобы открытка, которую вы делаете, была красивая, красочная, вы должны выбрать подходящий фон. Он тоже должен быть красочный, яркий. Но сейчас я выбрала вот такой фон, на котором у меня белый фон и розу. Что я могу сделать? Скорее всего, какая-то открытка с поздравлением либо к свадьбе, либо к дню рождения. Вот и будем делать такую поздравительную открытку. Что я буду добавлять на данный фон? Какие-то элементы, которые соответствуют дню рождения. Для этого нажимаем на сердечко. В прошлый раз мы нажимали на рамочку. Сейчас мы нажимаем на сердечко. Как только мы нажмем на сердечко. С правой стороны открывается вот такая панель с иконками, под которыми элементы, которые указывает данная иконка. Если цветок, значит цветы, звездочка, значит там будут самые разные звезды, сердечки и так далее. Мы собираемся делать открытку с днем рождения. Я выбираю вот этот квадратик, на котором в шарике написано день рождения на английском языке. Нажимаем на этот квадратик и у нас открывается то, что будет по данным квадратикам. Это самые разные элементы. Можно их назвать клей-парты, а можно назвать слои. Почему слои? Потому что картинки, в зависимости от того, как вы их будете отправлять на ваш фон, могут накладываться одна на другую и перекрывать друг друга. Здесь прозрачность сделать не получится. Поэтому все картинки мы должны размещать так, чтобы они не перекрывали одна другую. Здесь есть несколько страниц. Вы можете перевести их, нажимая либо на вот этот треугольничек, либо просто по порядку нажимая на страницу и будет открываться, что же там есть в этих страничках, что там спрятано. Ну вот четвертая страница. Я беру вот этот вот квадратик с подарками. Нажимаю на рисунок, и он тут же устанавливается на фон. Он устанавливается по центру, и вы видите, картинка активная. Она выделена в такую рамочку с точками. Значит, я могу нажать на эту картинку. Если появится крестик, значит, этот крестик я могу передвигать картинку в любое положение. Стараемся брать только за крестик, потому что если вы потянете за какую-то из этих точек, произойдет деформация картинки, и вам нужно будет возвращать ее в нормальное положение. Если это не удается сделать, иногда потянешь, а потом картинка деформировалась, просто удаляете и тут же устанавливаете опять картинку на фон. Далее, что мы можем еще добавить на данную открытку? Я выбираю вот такие элементы, звездочки яркие, и они тут же устанавливаются. Они все будут попадать на центр фона нашего, и для того, чтобы разместить их на нашу картинку, их нужно передвигать таким же образом. сделать активным, появится такой квадратик, потом крестик и передвигаем. Далее, что мы еще добавляем? Со второй страницы я выбираю вот такую мишуру. Мишуру можно с помощью стрелочки повернуть в любое положение, какое вы хотите. Просто поворачиваем стрелочку, и мишура вращается и устанавливается в такое положение, как вам я разместила эти элементы таким образом. Мы идем в текст. Нажимаем на букву «Т». Здесь обязательно курсором убираем слово «Текст» в английском языке. Делаем свою надпись. Затем выбираем, вот здесь ареал так мы и оставим, а вот здесь выбираем размер текста. То ли это 50-й, то ли 40-й, то ли 30-й. Писали. Далее, чтобы поменять цвет текста, есть квадратик «Колор» выбираем. И тень. Вот так я начинала. Поздравляю. Ну, открытка готова. Если мне нужно сделать рамочку вокруг данной открытки, я выбираю вот этот квадратик, нажимаю на него, открываются рамки, и я устанавливаю рамку, какую я хочу. Чтобы сохранить данную открытку, я нажимаю на «Сейф», и открытка сохраняется на компьютер. Не забываем, что программа обязательно продублирует, спросит действительно «Сохранять», то второй раз должны нажать «Сейф». И третий раз вы уже указываете папку, в которой вы сохраняете данную картинку, и нажимаете «Еще раз сохранить». Далее начинаем новый проект. Вот выбрала такой фон. Ну, что-то обеспеченное. Для того, чтобы опять получить клип-апты, нажимаем на «Сердечко». Выбираю иконку, на которой написано «Собаки и коты». И здесь опять несколько страниц, и я могу выбрать какие-то клип-апты с собаками или котами. Вот я выбрала, создала такую композицию. Одна собачка, мячик, еще одна собачка, бабочка, ну, это стало «Пусть всегда будет лета». Текст поменялась с помощью вот этих квадратиков. Цвет текста выбрала оранжевый, и фон, на котором написан текст, голубым. Далее я хочу сделать рамку. Нажимаю на «Рамку», и у меня открывается панель, где я могу выбрать цвет рамки и ширину рамки. Двигая влево-вправо, я могу рамочку сделать шире или уже, самая простая рамка. И здесь я нажму на треугольничек, откроется панель, где будет предложено выбрать какой-то цвет. Выбираем синий, и вот у меня получилась рамка. Синего цвета, и вот такая открыточка. Я покажу самые простые. Вы можете делать шикарные, выбирая самые разные формы. Мне показалось, что этого мало. Я иду в еще одну закладку, где есть лесные клепашки, и добавляю на данную открытку солнышко. Вот такая открытка. После этого я ее сохраняю, и иду дальше. Я хочу сделать еще одну открытку, ну, например, «Коню защиты детей». Выбираю веселый такой фон, на котором цветы, небо, и открываю закладку «Бэби». Здесь несколько страниц. Есть страница в розовом цвете для девочки, есть в голубом цвете для мальчика. Я взяла со страницей для девочек розовую коляску, со страницей для мальчика взяла вот этого мальчика, ну, и еще со мной страницей взяла вот «Летит Айс». Вот такая веселенькая открытка. У нас здесь есть «Летит Айс». И вводим надпись. Значит, нажимаем на букву «Т». Открывается вот это. Делать прямоугольник. Убрали английское слово «Текст». Ну, и ставим «Пусть и добудет». У нас сегодня все, путь всегда. Шрифт нам уже установлен. Размер шрифта мы выбираем. С помощью данных квадратика выбираем «Свет» и выбираем «Т». Так, пока понятно, есть вопросы. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если все понятно, поставьте, пожалуйста, двоечку. Я стараюсь компактно рассказывать. Помню о том, что обещала уложиться максимум в 20 минут, потому что вебинар у Евгения. Хорошо. Поэтому не отвлекаемся, идем дальше. Вот, зеленый цвет, пусть всегда будут дети. И сделала рамочку, ну, желтого цвета. Следующее. Вот, выбрала зимний фон, который мне понравился. Ну, что сразу вижу в этом фоне. В этом фоне есть вот недостатки. Видим, какая-то надпись и водяные знаки, которые, конечно же, как-то надо убрать. Можно, конечно, воспользоваться дополнительным каким-то графическим редактором или просто заменить фон. Решила ничего не менять, а работать с этим фоном. Первое, что мы можем сделать, это вот с помощью данного значка выполнить обрезку данной картинки. Нажимая на вот этот значок, я хочу обрезать данную картинку. Как только я на него нажимаю, сразу мне показывается, появляется вот такая активная рамка, которая показывает, что можно вырезать. Растягивая за вот эти точки, я устанавливаю то, ну, я так, что хочу оставить. Все, что в рамочку не поводит, будет обрезано. Если это понятно, нажмите на троечку пару. Оставьте, что вот так обрезка делается. Можно обрезать, сделать меньше, можно обрезать, сделать больше. Если мы вернемся к предыдущему слайду, то напоминаю, что вот здесь есть шкала, которая позволяет увеличить и уменьшить размеры нашей картинки. Влево уменьшить, вправо увеличить размер картинки. Я могу обрезать как угодно, потом вернусь к этой шкале и сделаю размер картинки такой, какой мне нужно. Ну, вот мы обрезали картинку. Все равно водяные знаки остались. Единственное, что мы можем сделать с этими водяными знаками, это, кстати, просто закрыть их клепатами. Я выбираю иконку, под которой написано «Новый год». И начинаю перебирать странички, выбираю те элементы, которые хочется поместить на данную открытку. Вот, выбираем часы. Далее здесь попалась красивая надпись «С Новым годом», «Счастлива Нового года». Я выбираю ее, чтобы не вписывать текст на русском языке. Далее, опять же, на различных страничках я еще понаходила вот такие новогодние элементы. Шарики, Санта-Клауса Деда Мороза, снеговика и силуэт какого-то стая. Кроме того, я выбрала еще вот такие вот звездочки. Далее, если, может быть, плохо видно, вот здесь у меня елка, она такая полупрозрачная. Ну, вот где-то еще тут есть такие прозрачные снежонки. Может быть, вы видите, может нет, вам не видно. Но, тем не менее, вот такую композицию я составила. Далее, нажимая на вот этот квадратик, я вызываю панель, на которой ширина рамки и цвет данной рамки. Ну, в данном случае я выбираю вот такой светло-синий-голубой цвет. Ну, такая композиция к Новому году. Итак, что мы с вами сегодня должны были понять? Что, кроме вот этой закладки, которая вызывает рамки, фоны, стили, есть другая закладочка, вот эта иконка, сердечко, в помощью которой мы можем вызвать панель, на которой будут изображены образы тех элементов, которые под ними содержатся. Под цветами будет набор цветов, под сердечком набор сердечков. Если это Новый год, значит, там будут все клип-арты к Новому году. Это понятно? Неспонятно? Поставьте, пожалуйста, 4. Так, думаю, будет понятно. Как сохраняем открытку, если мы готовы к тому, чтобы ее сохранить? Чтобы сохранить данную открытку, мы опять нажимаем на слово «Сейф» и напоминаем, что пройдет стройное сохранение. У вас программа спросит, сохранять или нет, и куда сохранять. Итак, вот это сердечко открывает нам вот такие иконки, под которыми находятся те клип-арты, с которыми мы будем работать. Чаще всего вот это новое, раньше ее не было, на ней написано новое, приходится пользоваться вот это, потому что это простая рамка, которую я вам дважды продемонстрировала. Нажимая на эту рамку, мы получим просто простую рамку. Если мы хотим сделать открытку в виде картины, с красивой художественной рамой, которую на пик есть, вы будете нажимать вот на эту иконку. Если хотите просто делать разные стили фотографий, вы выбираете, не в прошлый раз с вами работали вот с этой иконкой. Про остальные иконки я вам еще не рассказывала. И если вы хотите еще один вебинар, на следующей неделе я могу вам провести.